В информационной студии телеканала Север Иван Никонов. Здравствуйте, в эфире новости. В Ненецком округе введен режим повышенной готовности. Соответствующее постановление подписал губернатор Ненецкого округа Александр Цибульский. Меры связаны с продолжающейся угрозой завоза в Ненецкий округ новой коронавирусной инфекции. И действует с 17 марта. За первую декаду марта в Ненецком округе уже выпала месячная норма осадков. Температура воздуха также держится на отметке выше нормы. С крыш многоквартирных домов сходят лавины снега. В Наринмаре состоялись первые в истории Ненецкого округа соревнования по спортивному лову рыбы. Со льда на блесну и мормышку. Об этом и других событиях расскажем в ближайшие 20 минут. В Ненецком округе введен режим повышенной готовности. Соответствующее постановление подписал губернатор Ненецкого округа Александр Цибульский. Меры, предусмотренные в документе, связаны с продолжающейся угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ненецкого округа. Все ограничения, которые прописаны в документе, действуют на территории региона, начиная с 17 марта. В частности, постановлением вводится запрет на проведение на территории округа спортивных, культурных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий. Особые меры прописаны в отношении граждан, которые посещали страны с неблагополучной ситуацией, с распространением новой коронавирусной инфекции. Им рекомендовано по привытии в Ненецкий округ сообщить о месте и датах пребывания на указанных территориях по номерам телефонов горячей линии, которые вы видите на своих экранах. Гражданам, вернувшимся из государств в неблагополучной ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции, необходимо обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня прибытия. Не посещать работы, учебу, минимизировать посещение общественных мест. При появлении первых респираторных симптомов необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций. В любом случае следует бить тревогу. Если вы прибыли из неблагополучной страны по коронавирусу и у вас будут какие-то признаки респираторной вирусной инфекции, то в любом случае вам уже необходимо бить тревогу. А дальше уже будут разбираться медики. Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Неницкого округа постановлением губернатора порочено обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для лиц, посещавших территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции и возвратившейся в Неницкий округ. К нему будет направлен медицинский работник, который при необходимости может выдать ему листок нетрудоспособности на 14 дней. Далее все эти 14 дней гражданин находится у себя дома. За ним ведется медицинское наблюдение. Если он чувствует, что у него начинаются какие-то признаки заболевания, он сразу должен обратиться к врачу. И если у медиков будет подозрение, что это именно коронавирус, он будет немедленно госпитализирован. Как и о всех субъектах Российской Федерации, мы предварительно проверили ряд организационных мероприятий, подготовили соответствующие нормативные права и акты. Распоряжением губернатора у нас утвержден план основных мероприятий, где предусмотрен перевод наших учреждений и готовность наших учреждений к приему таких пациентов. В принципе, это мероприятие мы отработали. Все, что можно сделать в наших условиях, мы готовы к приему таких пациентов. В соответствии с мощностями наших медицинских организаций. Кроме того, в постановлении главы региона жителям округа рекомендовано воздержаться от поездок за пределы Российской Федерации. Работодатели, в свою очередь, не должны направлять своих работников в служебные командировки на территорию иностранных государств. Работодателям также рекомендовано отказаться от проведения мероприятий с участием иностранцев, собраний и совещаний в коллективах, используя для этого доступные дистанционные способы. Сегодня на территории нескольких округа ни одного случая заражения. Данным заболеваниям нет и оно отсутствует. Но принимая профилактические меры, данное постановление было издано. И в нем как раз предусмотрено ряд мероприятий, в том числе и запрет проведения массовых мероприятий. И в том числе, когда у нас происходит сейчас перерегистрация по мерам соцподдержки, люди массово собираются и исполняют данное постановление. Мы подготовили сегодня проект постановления администрации нескольких округов, который будет в ближайшее время на заседании администрации рассмотрен. И он предусматривает перенос сроков перерегистрации с 1 апреля на 1 июля. И хотелось бы отметить, что данный перенос также предусматривает отсутствие приостановления выплат, если граждане после 1 апреля не подадут заявление, то им не стоит переживать. И это можно сделать вплоть до 1 июля, в более поздние сроки, когда ситуация уже будет более благоприятная. Что касается аптек, то сегодня в них отсутствуют маски. Это проблема касается всей территории Российской Федерации. Сегодня было ВКС с федеральным штабом по коронавирусу, и где министр промышленности и торговли, они приступают к изготовлению масок марлевых. И в ближайшее время ожидаем их поступления в несколько округов, в аптечную сеть. Что касается медицинских организаций, то у нас неснижаемый запас двухмесячный создан в медицинских организациях масок. Но мы в первую очередь должны оберегать врачей, которые оказывают медицинскую помощь. Данный запас существует для... Департаменту образования, культуры и спорта Неницкого округа рекомендовано организовать введение свободного посещения в подведомственных физкультурно-спортивных организациях, организациях дополнительного образования, учреждениях культуры. В рекомендациях ведомству прописано также исключить участие спортсменов, творческих коллективов и иных организационных групп в мероприятиях, проводимых за пределами Неницкого округа. В плане, если мы отменили все мероприятия в настоящее время общественные, и в учреждениях культуры уже не проводится дополнительного образования мероприятий никакие, и в настоящее время планируем уже в соответствии с постановлением уже думать, как нам запрещать посещение кинотеатр и сами учреждения культуры. В настоящее время все общеобразовательные школы округа переведены на дистанционное обучение. Что касается дошкольных образовательных учреждений, то их деятельность будет приостановлена только в том случае, если процент заболевших ОРВИ превысит 20-процентный порог. На территории Неницкого автономного округа было зарегистрировано 556 случаев заболеваемости ОРВИ и гриппом. Эпидемический порог был превышен на 55%, но в основном за счет детского населения. В связи с этим с 17 марта 2020 года на территории Неницкого автономного округа будет действовать постановление об ограничительных мероприятиях, которые мы ежегодно вводим при превышении порога заболеваемости по ОРВИ и гриппу. Органам местного самоуправления рекомендовано приостановить проведение на территориях муниципальных образований, спортивных, культурных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий. Наталья Дуркина, Алина Вучейская, Вадим Стасек, Владислав Носкин, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». В Наринмаре зафиксированы случаи внезапного схода снега с крыш многоэтажных домов. Такие лавины уже успели повредить припаркованные автомобили. Виной всему снежная и теплая зима. За первую декаду марта в Неницком округе выпала месячная норма осадков. Температура воздуха также держится на отметке выше нормы. Это стало причиной образования наледи на крышах, которые коммунальщики не успевают убирать вовремя. Как не попасть под лавину и что делать, если уже угодили, разбиралась Александра Литкова. Зима в этом году выдалась экстремально теплой и снежной. Температура на территории региона значительно превышает показатели климатической нормы. По сравнению с нормой, начиная с января месяца, в январе у нас выпало осадков 44,7 мм, при норме 24,3 мм. В феврале выпало практически в два раза больше осадков. При норме 18 мм выпало 35 мм осадков. Ну и в марте, в первой декаде, уже выпала месячная норма осадков 20,5 мм. Неудивительно, что коммунальщики с трудом справляются с уборкой снега как на дорогах, тротуарах, так и на крышах. Уборка снега и наледи с крыш зданий является обязательным видом работ по обслуживанию многоквартирного дома в зимний период и должна проводиться своевременно. Для этого управляющие компании обычно нанимают бригаду специалистов в области промышленного альпинизма. В этом году очень много снега, январь очень снежный был. Снег убирается с крыш по мере накопления. Примерная высота осадков 30 см необходимо убирать. И убирается он только в оттепель, в холодное время, либо когда ветра, уже естественно люди не могут наработать. То есть надо искать такой момент, когда тепло и в этот период именно стараться убрать этот наледи и снег, и лед и все остальное. В Наринваре случаев падения снега с кровли домов на прохожих пока не зарегистрировано. Да и жители города говорят, что регулярно видят, как работают коммунальщики на крышах. Ну не падало пока на голову, так что, наверное, нормально. Ну конечно там падают все, но у нас погода такая, тут как, сегодня снег выпал, они-то не успеют сразу все убрать. У нас именно с нашего дома вроде убирают, да. Ну опасность, конечно, есть, но убирают нормально, управляющая компания. В последние годы, когда Олег Ануфриевич пришел к власти, город, знаете, лучше чистят, дороги, тротуары посыпают. И тут больше, конечно, не к руководству города, а к управляющим компания вопрос. Потому что, ну в этом году зима очень снежная, поэтому и с оттепель, поэтому нужно быть более аккуратным управляющим, почаще залазить. Хотя за зиму частенько я видел, что в альпинистском снаряжении избивали, снимали сосульки, все чистится, делается. А вот припаркованные автомобили наринмарцев пострадали от нерасторопности коммунальных служб. И не раз. Непочищенная от снега вовремя кровля стоила владельцу автомобиля крупного ремонта. Стоит добавить, что если ваша машина пострадала, жаловаться нужно не в соцсетях, а в государственную жилищную инспекцию. Два раза в месяц ведомство совместно с администрацией Наринмара и поселка Искателей проверяют, как управляющие компании справляются с работой. То есть мы охватили весь благоустройный жилищный фонд Искателей и города. И, соответственно, поочередно меняемся с сотрудниками муниципального контроля, наши специалисты. У нас цель рейдовых осмотров – это проверка безопасности на нахождении приведенных территорий. То есть это одновременно и гололед, и свес из кровли, которые могут образовываться над крышами. И, соответственно, каждые две недели мы выходим на эти рейды. С начала зимы на несвоевременную уборку снега с крыш ведомство поступило пять жалоб на управляющие компании, которым были даны предписания и выписаны штрафы на сумму в 325 тысяч рублей. Что касается самой качества уборки, то мы регулярно собираем управляющие компании, где мы разъясняем эти вопросы, как должна происходить эта уборка и какая предусмотрена ответственность. Ведь ответственность может быть не только административно, но и уголовно, если какие-то, допустим, будут причины вреда жизни и здоровью человека. Остается напомнить, что не следует оставлять автомобили вблизи зданий, на крышах которых образовались сосульки или нависает снег. А проходя мимо домов, нужно быть предельно осторожными. Если транспортное средство пострадало, управляющая компания обязана возместить ущерб в добровольном или судебном порядке. Александра Литкова, Владислав Носкин, Телеканал Север. Спортивный азарт и отдых для души. На Ринмаре состоялись первые в истории Ненецкого округа соревнования по спортивному лову рыбы со льда на блесну и мормышку. На старт вышли 47 участников. В их числе оказалась и моя коллега Алина Воучейская. Подробности в следующем репортаже. Номер у вас 31. И мешочек. Вот этот мешочек вам нужно ловить. Регистрация прямо на месте проведения соревнований несомненно большой плюс. Причем попробовать свои силы в рыболовном спорте могут даже те, кто ни разу в жизни не держал в руках снасти. И вообще не собирался участвовать в турнире. Рыбаки народ не жадный, а потому любезно поделились с нами приманкой, мормышкой и другим необходимым для этого интересного занятия снаряжением. Перед стартом обязательный инструктаж по технике безопасности. И перемещение по акватории разрешено только с, скажем так, быстрой спортивной ходьбой. То есть бегать и бежать, допустим, быстрее других до уловистой точки нельзя. Максимум скоростное перемещение. И также передвижение по акватории разрешено только своими ногами. Никаких снегоходов. Первый кубок Нарьинмара по спортивной ловле со льда решили провести в местечке Марщиншар. Когда дан старт? У участников соревнований не более пяти минут, чтобы выбрать место для рыбалки. По правилам соревнований каждый из участников может сделать неограниченное количество лунок и оставить там приманку. А вот пользоваться он может только одной. И так называемая рабочая лунка должна обязательно быть отмечена специальным флажком. Причем другие участники не имеют права заходить в зону радиусом пять метров от лунки, где уже стоит флажок и участник приступил к ловле рыбы. Подыскать клевое место – 50% успеха. У каждого опытного рыбака есть свои секреты в этом деле. Мы же, как новички, пробурили лунку, как говорится, наобум. Буквально пять минут и клев пошел. Ловится плотва или, как еще называют эту рыбу в Заполярье, сорога, пусть и небольших размеров. Цель каждого участника – наловить как можно больше рыбы за три часа. Сегодня это спорт, спортивное состязание. А вообще рыбалка – это провести время и еда полезная для организма. Мое хобби – это мое занятие. Я и без соревнований занимаюсь этим. Поэтому упустить такую возможность просто как-то не хотелось. В этом виде спорта самое важное – скорость. Количество улова напрямую зависит от того, насколько ловко и быстро участник забрасывает и вытаскивает удочку, насаживает приманку и передвигается по акватории в поисках рыбы. В числе участников первых в Нарьинмаре соревнований по спортивной рыбалке и президент Федерации рыболовного спорта Ненецкого округа Юрий Мурадов. Именно он стал инициатором проведения Кубка города Нарьинмара. Люди смогли и получить тот азарт, который есть в рыболовном спорте, почувствовать его. И я надеюсь, что мы привлечем еще больше участников на наши следующие соревнования. Люди у нас приезжают из Москвы, своих категорированных судей в Ненецком округе пока что нет. Но мы обучили 10 человек, и они будут постепенно повышать свою категорию. И мы сможем проводить соревнования без участия привлекаемых судей. Но пока судей мы привозим, мы планируем летом провести в выходные 11-12 июля соревнования по двум рыболовным дисциплинам – спиннинг и поплавок. За ходом соревнований следили строгие судьи. Причем в коллегию вошли не только приглашенные эксперты, но и недавно обученные местные специалисты в рыболовном деле. Всего в соревнованиях по ловле со льда на блесну и мормышку приняли участие 47 рыбаков. Первый блин не получился комом. То есть вчера участников было немного, но ловы порадовали своими результатами. А сегодня тем более. То есть у нас сегодня лучший вес 11 килограмм. А это за три часа сознательно очень много. Очень хорошие результаты. Ну вот знаю, что для первой десятки, по-моему, будут присвоены разряды. Первые 11 мест. Согласно ЕВСК – Единой Всероссийской спортивной классификации. То есть на третий разряд могут претендовать спортсмены, которые заняли места с первого по одиннадцатое. Цель соревнований – популяризация в Нинецком округе рыболовного спорта. И, конечно, бережного отношения к природе. Реки Заполярье богаты рыбой различных пород. К тому же подобные турниры позволяют рыбакам пообщаться между собой и провести время с пользой, а главное – в удовольствие. И мне кажется, получилось очень-очень неплохо. Сегодня все было с погодой. Я надеюсь, что все получили полосальное удовольствие от участия в процессе. Ну и надеемся, что победил по-настоящему сильнейший, а борьба была действительно честна. Я вас всех поздравляю с началом нового такого этапа в спортивном рыболовстве в нашем округе. Все участники получили памятные призы. Лучшим рыбаком по ловле со льда на блесну стал Дмитрий Канев. Самый большой улов на мормышку у Юрия Мурадова. Алина Ваучийская, Леонид Шишелов. Телеканал «Север». Девять дорожно-транспортных происшествий, три из которых закончились причинением вреда здоровью. Таков итог минувшей недели по сообщению Пресс-службы МВД России по Нинецкому округу. Двое из троих пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях травмировались при поездках на снегоходах. В день проведения спортивного праздника «Бурандей» житель округа ехал на снегоходе по Печоре и на повороте не справился с управлением. Он упал с транспортного средства и получил телесные повреждения. Также на протоке «Городецкий шар» в Наринмаре водитель снегохода попал на неровное полотно ледового покрытия, перевернулся и получил повреждения. Кроме того, за неделю в сфере безопасности дорожного движения зафиксировано 64 административных правонарушений. Выявлено два нетрезвых водителя.